День траура Су-154. Возможные версии, личные истории и подробности поисковой операции в Черном море в репортажах RTVI. Как в мире реагируют на крушение российского лайнера, что говорят в США и Европе, а также первые слова соболезнований от Папы Римского. Гнев Израиля. В Иерусалиме уверены, что администрация Барака Обамы спланировала и педалировала примятие антиизраильской резолюции в Совбезе. И его последнее Рождество. Полиция высказалась по поводу причин неожиданной кончины музыканта Джорджа Майкла. Ему было 53. На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море обнаружены тела и останки тел 80 жертв авиакатастрофы. Несколько из них уже опознаны. Водолазы подняли со дна моря тело командира упавшего лайнера Романа Волкова. Его определили по знаком отличия на форме. Еще как минимум одно тело было опознано после доставки в Москву. Спасатели и сотрудники МЧС продолжают операцию на месте крушения Ту-154. Сообщается, что обнаружены три фрагмента фюзеляжа. Два из них подняты на поверхность. По некоторой информации, также был найден правый двигатель. Об обнаружении черных ящиков самолета пока данных нет. В районе проведения поисковой операции на удалении 1700 метров от береговой линии по оси взлета воздушного судна водолазами на дне обнаружены обломки самолета. Акустическими средствами в данном месте определен радиус разброса обломков Ту-154, который составляет около 500 метров. Район проведения поисковой операции разделен на 15 секторов. К настоящему времени закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска. В семи секторах полностью осмотрено дно. Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета. По последним данным, приоритетной остается возможная техническая неисправность, которая не позволила лайнеру набрать высоту. В результате, через несколько минут после взлета Ту-154 рухнул в Черное море. Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяги двигателей, приводит Интерфакт слова источника знакомого с ситуацией. Федеральная служба безопасности называется в числе основных рабочих версий также попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателя, а также ошибку пилота. Как заявляют источники и официальные лица, версия теракта, цитата, практически исключена. Напомню, на борту самолета Ту-154 находились 92 человека, включая членов экипажа, ансамбль песни и пляски имени Александрова, журналистов и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Все они погибли. Лайнер направлялся из Сочи в Сирию. Перед этим, без каких-либо проблем, самолет долетел из Москвы до Сочи, где остановился для дозаправки. Редакция РТВ приносит свои соболезнования родным и близким погибших. Лидеры США, Великобритании и Франции выразили соболезнования российским властям в связи с катастрофой военного Ту-154. Об этом сегодня журналистам сообщили в Кремле. Как в мире реагирует на крушение российского самолета, направлявшегося в Сирию? С этим вопросом я обращаюсь к моему коллеге Евгению Маслову. Он сейчас присоединяется к нам в эфире. Женя, приветствую. Какие версии в связи с авиакатастрофой высказывают, в частности, американские эксперты? Да, Валера, на Западе в целом, в США в частности, очень осторожно комментируют новость о крушении российского Ту-154, летевшего на военную базу в Сирии. По официальным каналам власти Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, как вы и сказали, выразили соболезнования Москве в связи с трагедией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также уже известно, что соболезнования выразили немецкие лидеры Ангела Меркель, представители Греции, Турции, Италии. И они продолжают поступать. Генеральный секретарь, он заявил, что крайне огорчен в связи с трагической авиакатастрофой. Намерен направить официальное письмо с выражением соболезнований Организации Объединенных Наций правительства России. Каких-то громких комментариев по поводу авиакатастрофы политики на Западе не делают. Сейчас вообще во многих мировых столицах затишье в связи с католическим Рождеством. И, к слову, Папа Римский, Франциск, во время традиционного обращения на площади Святого Петра по случаю Дня Святого Стефана, сегодня призвал помолиться за погибших пассажиров и членов команды ТУ-154. Он вспомнил, что музыканты ансамбля имени Александрова, или российского военного хора, как его называют на Западе, выступали в Ватикане в 2004 году. Я выражаю мои глубочайшие соболезнования в связи с печальными новостями о российском самолете, который рухнул в Черном море. Да утешит Господь российский народ и членов семьи всех, кто погиб в авиакатастрофе, журналистов, членов экипажа и участников замечательного военного хора. Да поможет Матерь Божья всем, кто участвует в поисковой операции, которая продолжается до сих пор. Давайте за них всех помолимся. Ассамбль имени Александрова им гордились. Тот факт, что на борту находились съемочные группы нескольких российских телеканалов, это тоже шокировало прессу в США. И теперь многие узнали здесь в Америке впервые о докторе Лизе. Газеты пишут о ней, как о самом известном российском филантропе, рассказывают о том, чем она занималась. Об этом в частности пишет газета New York Times. А Вашингтон-Пост дает понять, что трагедия ТУ-154 волей-неволей заставляет россиян думать о военной кампании их страны в Сирии. Но это пока самые первые комментарии, которые, как я уже сказал, очень осторожны здесь, как и в России, ждут первых итогов расследования. Валера. Спасибо, Женя. Это был мой коллега Евгений Маслов о реакции мировых СМИ на трагедию в России. В понедельник в России был объявлен днем траура. Страна скорбит пожертвам авиакатастрофы ТУ-154. Родные и близкие погибших вылетели в Сочи, где произошла трагедия, и сейчас идет опознание тел. После этого останки всех, находившихся на борту самолета, будут доставлены в Москву. Николай Старабахин продолжит. Здание ансамбля имени Александрова в Москве теперь главное место скорби. Сегодня здесь не слышно песен, только рыдания. Люди идут сюда со вчерашнего дня, несут цветы и свечи. Военный хор погиб почти в полном составе. По разным причинам в Сирию не полетели всего три солиста. В московских храмах идут панихиды. Сегодня в России траур. Приспущены государственные флаги. Страна вспоминает жертв авиакатастрофы. Народный артист России, блестящий дирижер и композитор. О Валерии Халилове тепло отзываются и музыканты, и коллеги-дирижеры, и журналисты. Добрый, мудрый. Тот, кому так подходит слово офицер. Уже известно именем Валерия Халилова, назовут Московское военно-музыкальное училище. Есть такое понятие, хоровой цех, хоровое братство. Погибли певцы, ты знаешь эти фамилии, Господи Боже мой. Потом ты приезжаешь в церковь утром на службу, и хор петь почти не может. Люди смотрят в эти списки, плачут. Ну что сказать, это личное горе для каждого музыканта. Ну естественно, это огромное горе для страны, для всего мира, потому что коллектив мирового класса. Ну ощущение шока. Что тут можно сказать? Она вроде улыбается, а глаза все равно грустные. Елизавета Глинка или просто доктор Лиза тоже оказалась в этом самолете. О своей поездке в Сирию она говорила президенту еще две недели назад. И кто мог знать тогда, что эти слова будут пророческими? Завтра я лечу в Донецк. Оттуда, в Сирию. Так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми. Потому что война – это ад на земле. Ее коллеги и друзья до последнего не знали, полетела ли доктор Лиза. Она должна была отвезти лекарства сирийским детям. И говорят, Глинку сначала не хотели пускать на борт. Но она настояла, потому что знала, кому-то там далеко нужна ее помощь. Я бы сказала, что она святой человек. Вы знаете, у нее не было другой жизни, кроме жизни помогать другим. Вообще говорить про нее в прошедшее время просто немыслимо. Еще один мемориал появился у телецентра. Сюда теперь тоже несут цветы. Российское телевидение сегодня отменило развлекательные предновогодние программы. На борту самолета были журналисты Первого канала НТВ и Звезды. Но в узком телевизионном мире, где все друг друга знают, это горе сразу стало общим. Вот так он писал стендапы. Эти кадры не попали в эфир. Съемочная группа работает в Арктике. Корреспондент Павел Обухов. Веселый, жизнерадостный. Таким он теперь останется навсегда в памяти коллег. В здании телеканала от него осталась эта большая спортивная сумка. Вещи первой необходимости на несколько дней. Павел всегда был готов к экстренным командировкам. Но в Сирию сумку не взял. Поездка должна была быть недолгой. Сюда входил с таким азартом, с такими горящими глазами. Готов был вообще на все. Неважно, ЧП, какая-то социалка, какой-то сюжет, бантик. Вот ему все нравилось. И он этим горел, этим жил. Настолько доброго и душевного человека. Сложно встретить просто в жизни. Тем временем в Сочи продолжается поисковая операция. В море пытаются найти погибших и обломки самолета. К вечеру обнаружили останки 80 человек. Николай Старобахин, Леонид Бабков, Артевиа и Москва. В Санкт-Петербурге будет учреждена журналистская премия, которую назовут именем Антона Губанкова, погибшего в авиакатастрофе над Черным морем, директор Департамента культуры Минобороны России. Местный союз журналистов уже поддержал эту инициативу. Губанков – родной брат нашей коллегии. Ведущий новостей РТВ Лизы Каймен. В прошлом он работал в печатных СМИ, на радио и телевидении. С родными и друзьями Антона в Санкт-Петербурге встретился корреспондент Роман Перл. Марьяна Викторовна называла своего сына кроликом, потому что был нежный и трогательный. Когда Антон Николаевич вырос, прозвище превратилось в шутку. И он начал привозить из командировок фигурки этих зверушек. Идеальный сын, и новые пожелать невозможно. Он и взрослым всегда находил время проявлять заботу, и в детстве берег родительские нервы. Он никогда не доставлял никаких хлопотов. Он очень хорошо учился, он всегда занимался сам. Очень был аккуратный. Всегда складывал... Да я даже удивлялась, я не могу сказать, что у нас семья такая, аккуратистов. Но он всегда складывал все критерии, все по полочкам, тетрадки, книжки. Не нужен вам второй ребенок. У вас есть я, убеждал Антон родителей. Правда, когда появилась Лиза, превратился в любящего брата и стал для нее кумиром. Для меня он был всегда каким-то недосягаемой величиной, за которую я всегда стремилась тянуться. Все, что я делала в своей жизни, какие-то шаги, какие-то мои достижения, они подспудно были направлены на то, чтобы соответствовать званию его сестры хоть чуть-чуть. Совсем не советский человек Дмитрий Травин, автор книги про нынешних 50-летних. Антон Губанков в ней – один из главных героев. Талантливые люди этого поколения становились частью системы, не будучи похожими на нее. Губанков в интервью говорил о некоем зове системы, которому трудно было противостоять. Он говорил, как еще пионерам испытывал чувство гордости, когда шел во главе колонны пионерской дружины своей школы по Дворцовой площади в день пионерия 19 мая. На трибуне стояла Валентина Матвиенко. И это ему нравилось. Это ему нравилось. Он говорил, что мальчишкам вообще такие вещи нравятся. Мальчишкам нравятся погоны. К ним Губанков пришел уже в зрелом возрасте, в 48. Придумал себе главный вызов – сделать Минобороны России понятнее и ближе людям. Аннексия Крыма, которую в Кремле принято называть «счастливым воссоединением», позволила новому директору Департамента культуры Министерства обороны всерьез поработать над имиджем военных. Губанков встроился в систему, но чтобы система выглядела веселее, придумал гимн вежливых людей. Вежливо люди с вежливым взглядом Вежливо смотрят, вежливо просят Или вот читал рэп, чтобы армия смотрелась привлекательнее для молодежи. Почти западный подход. И все же по профессии он человек совсем не строевой. Журналист Антон Губанков в 80-х уже публиковался в федеральных изданиях. В начале 90-х оказался на радио, затем и на телевидении. Комментатор, ведущий, руководитель Корпункта в 99-м возглавил «Вести Петербург». На большинстве телеканалов страны теперь можно найти его бывших подчиненных. Сегодня они вспоминают легендарные летучки с Антоном Николаевичем. Моноспектакль, на который стремились попасть все сотрудники редакции. Там хохот стоял неимоверный, причем смеялись даже те, кого он ругал. Естественно, мы все были молодые, все только учились в этой профессии. И нас было за что поругать, конечно же. Но он делал это настолько тонко, настолько по-доброму, уважительно и талантливо, что, правда, можно было билеты продавать. На самом деле, на эти летучки, я уверена, люди бы ходили с удовольствием. «Мы все боялись, что не справятся», вспоминает народный артист России, а сейчас директор Исаакиевского собора Николай Буров. Именно он передал к Банкову пост главы Комитета культуры и правительства Петербурга и не пожалел. Было очень много находок каких-то, таких вот творческих догадок. Вот он взял, и именно в его время родился, например, музейный Олимп, высшая музейная премия. Это впервые в России, я не знаю, в мире есть ли еще вот такие вот премии, такой музейный Оскар. У петербургского телецентра сегодня приспущены флаги. Перед входом вырос небольшой мемориал. Для людей, которые работали с Губанковым, это не просто траур. Антон символично ушел на взлете. Многого не успел, и это лучше кого бы то ни было, понимает мама. У нее вся жизнь была фобия. Больше всего на свете Марьяна Викторовна боялась пережить своих детей. Он мне говорил очень много приятных вещей. Он мне говорил, что мама, ты самая любимая женщина для меня. 65 тысяч литров спирта, содержащих жидкости, в том числе более 7 тысяч литров боярышника, изъяло полиция в Иркутской области в ходе спецрейдов. Помимо этого были закрыты три цеха, в которых разливали суррогатный алкоголь. Сегодня же стало известно, что в числе погибших в результате отравления средством для принятия ванн число увеличилось до 77 человек. В рамках уголовного дела о продаже товара ненадлежащего качества задержаны 23 подозреваемых, в том числе замглавы управления Роспотребнадзора по Иркутской области. По данным следствия, ведомство получало сигналы о продаже опасного боярышника, но соответствующих мер не принимало. Это новости на канале RTVI. Далее в эфире. Гнев Израиля. В Иерусалиме уверены, что администрация Барака Обамы спланировала и педалировала принятие антиизраильской резолюции в Савбезе. И его последнее Рождество. Полиция высказалась по поводу причин неожиданной кончины музыканта Джорджа Майкла. Ему было 53 года. Все это через минуту на канале RTVI. Оставайтесь с нами. Это новости на канале RTVI в студии Валерий Кипелов. Америка готовила это предательство, принимала в нем непосредственное участие. Так в Иерусалиме описывают итоги и сам процесс голосования по резолюции ООН, запрещающий строительство поселений на так называемых спорных территориях. Соединенные Штаты, называющие себя ближайшим союзником Израиля на Ближнем Востоке, не воспользовались своим правом вето в Совете Безопасности, а лишь воздержались от голосования. В Израиле с уверенностью заявляют, действующая администрация в Белом доме спланировала принятие резолюции в Совбезе. Объясняться пришлось послу США в Израиле, а также другим дипломатам стран, поддержавших документ. При этом местная оппозиция считает реакцию премьер-министра Нетаньягу слишком резкой. Подробнее в репортаже моего коллеги Евгения Савы. Первый день еврейского праздника Ханука Бенеме Нетаньягу встретил у стены плача. Израильский премьер-министр прибыл на место, которое отныне, согласно резолюции Совбеза ООН, 2334 считается оккупированной территорией. Я спрашиваю представителей тех стран, которые нас сегодня поздравляют с праздником Ханука, как вы могли проголосовать за решение ООН, в соответствии с которым место, где мы празднуем Хануку, является оккупированной территорией. Стена плача не оккупирована, еврейский квартал не оккупирован, другие места в Иерусалиме также не оккупированы. Поэтому мы не принимаем и не можем принять эту резолюцию. После голосования Израиль отозвал своих послов из Новой Зеландии, Сенегала, которые вместе с Малайзией и Венесуэлой были инициаторами рассмотрения резолюции. Для объяснения, в Иерусалим были вызваны и послы стран-членов Совбеза, находящиеся в Израиле. Досталась и поддержавшая резолюцию Украине. Нетаньягу распорядился отменить визит в Израиль украинского премьер-министра. В Иерусалиме посчитали, что одним поднятием руки Киев фактически перечеркнул четверть века добрых отношений с иврейским государством. Но самый строгий выговор получил посол США Дан Шапира. В Израиле поступок американской стороны, которая не воспользовала своим правом вето, сравнивает с предательством. Каким образом Израиль будет отвечать России, Китаю, Франции и Японии, также голосовавших за резолюцию, пока неизвестно. Но далеко не все в Израиле одобряют столь резкую реакцию Нетаньягу. Главу кабинета призывают остыть и не делать поспешных шагов. Поведение правительства Израиля после принятия резолюции совбезом ООН в корне неправильное. Это не политика, это истерика. Сильная и гордая страна не имеет права так реагировать. Подобная реакция демонстрирует не силу, а стресс и смятение. Глава правительства ведет игру, в которой на кону национальная безопасность, а этого делать категорически нельзя. А вот бывший глава МИДа, ныне министр обороны Виктор Либерман, уверен, что реагировать нужно жестко. Иначе на Западе никто израильтян не услышит. Резолюцию совбеза Либерман называет новым делом Дрейфуса. Только в этот раз на скамье подсудимых оказалось еврейское государство. Это очень односторонняя, очень целенаправленная антиизраильская резолюция. Что меня больше насторожило, это попытка провести 15 января, то есть за 4 дня до окончания каденции президента Обама, международную конференцию в Париже. И такая конференция не призвана решить никакой израильско-палестинский конфликт. Ее единственное предназначение быть трибуналом, на котором все будут дружно осуждать Израиль. И Либерман, и Нитанягу уверены, что за антиизраильской резолюцией в ООН стоит лично уходящий президент США Барак Обама. В Иерусалиме полагают, что Белый дом оказал свое влияние и на другие страны, желавшие воздержаться при голосовании. В Иерусалиме не исключает, что Обама до 20 января нанесет еще один удар по еврейскому государству. Впрочем, сам Нитанягу прекрасно знает, что предыдущие скандалы между ними и американским президентом лишь приносили ему политические очки. Это означает, что разыгрывая карту обиженного, глава кабинета министров не забывает о своем внутриполитическом рейтинге. О резолюции Совета безопасности ООН и о реакции на нее Бениамина Нитанягу спорят не только политики и рядовые граждане, но и журналисты. Вот пример двух ведущих газет. Газета «Израиля Йом», которая считается проправительственной газетой, вышла сегодня с громким заголовком. «Стена плача, отнюдь не оккупированная территория, Израиль должен быть сильным государством, Нитанягу продолжает действовать в том же духе». А вот пример еще одной газеты. Газета «Идиота Хронот», которая считается оппозиционным примером. «Здесь все плохо. Нитанягу вызвал на ковер послов, Нитанягу ведет нас к катастрофе, Нитанягу уйди, пока не поздно». Кажется, это тот случай, когда в Израиле нет внешней политики, а есть только внутреннее, как сказал когда-то Генри Киседжер. И израильские политики сегодня действуют исключительно, исходя из своих внутриполитических интересов. Евгений Савал, Владимир Плотки, RTVI, Израиль. Полиция Великобритании не считает подозрительными обстоятельства смерти суперзвезды поп-музыки Джорджа Майкла. В качестве основной версии неожиданной кончины певца называют сердечную недостаточность. Ему было 53 года. Ксения Муштук продолжит. Эта композиция стала первым хитом Джорджа Майкла и лучшей песней 1985 года в США. До сих пор она в тридцатке самых популярных лирических композиций по версии журнала Rolling Stone. Хотя за нее певец не получил никакой особой премии. В его копилке 17 других музыкальных наград, в числе которых два Грэмми и пять МТВ. Я его знаю, мы виделись время от времени. Он часто ходил в местные рестораны. Помню, несколько лет назад, когда пошел снег, он так обрадовался, что побежал с другом фотографировать снег. Простите, это очень тяжело принять. Соболезнования родным и близким Джорджа Майкла приходят от миллионов поклонников по всему миру, а также от коллег-музыкантов. Я в глубоком шоке. Я потерял любимого друга, самой доброй и щедрой души, блестящего артиста. Мое сердце с его семьей, друзьями и всеми его поклонниками. Прощай, мой друг. Еще один великий артист покидает нас. Может, уже этот 2016-й закончится? У него идеальный голос, у него замечательные песни, и он делает очень крутые видео. Как я. Дамы и господа, Джордж Майкл. Именно Мадонна в 1989-м вручила Джорджу Майклу очередную награду MTV Awards. Тогда можно было курить в прямом эфире, но сказать о своей нетрадиционной ориентации решались немногие. Величайший британский певец и композитор Джордж Майкл открыто признался в том, что он гей, только в 1998-м. Это произошло после того, как он был арестован в общественном туалете в Лос-Анджелесе за непристойное поведение. Камин-аунд вдохновил его на создание песни Outside, пародии на самого себя. Он писал о свободе и вере, он писал о себе. Первый сингл о неудачном романе «Хит Джизус Туэ Чайлд» в памяти друга, который умер от спида. А последнее Рождество не только очень личное, но и в каком-то смысле пророческое. Я хочу поблагодарить всех собравшихся. Большое спасибо. Скоро увидимся. Это все новости к этому часу. Итоги информационного дня в следующем выпуске новостей на РТВ в 7 вечера по времени Нью-Йорка. Далее в эфире программа «Особое мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова